Звезды на утреннем небе И вот сейчас мы продолжаем дело заслуженной артистки России Валентины Леонидовны Устимович Сейчас после долгого перерыва наш театр возобновил свою работу Лена училась в Лондоне Лена Грин наш режиссер И сейчас мы половину трупа имеем, которую мы имели 5 лет назад, актеров У нас очень интересный, прекрасный коллектив Мы все друзья и единомышленники Немножечко ненормальные Потому что все работают бесплатно Оставляют семьи, детей, маленьких и больших Мужья ругаются, жены тоже В общем, делаем дело одно с большим удовольствием Ждем вас, наших уважаемых зрителей в театре Я сейчас умой с моложе тебя буду Тебе сколько сейчас? Валентина Устимович основала театр Ее ученица Елена Грин не только продолжает ее дело Но и выполнила последнюю просьбу Валентины Наша театр-студия появилась в 96-м году Когда заслуженная артистка России Валентина Устимович Переехала в Австралию Ну, в общем-то, в поиске такой спокойно размеренной жизни Устала от спокойно размеренной жизни И решила создать студию И первый набор был в 96-м году Ну, со временем, я была одна из ее первых учениц Студия расширялась, развивалась Ее ученики взрослели, входили замуж, женились, рожали детей Переезжали в разные страны, открывали собственные театры Ну и в конце концов, где-то в 2006-м году Валентина Устимович передала мне свой театр Потом я долгое время жила в Англии И теперь, вернувшись, восстанавливаем театр И восстанавливаем театр-студию И восстанавливаем ее постановкой «Звезды на утреннем дне» Одной из самых любимых пьес Валентины Леонидовны Почему это надо? И особенно эта вещь Значит, звезды, почему это надо? Ну, потому что каждый имеет право на самовыражение, скажем так И театр дает прекрасную основу для того, чтобы и сохранять язык, и сохранять культуру И развивать в себе многие качества, которые нужны не только актерам, но нам, как людям И у нас принципиально театр-студия, а не театр То есть мы занимаемся много занятиями, уроками, сцен-движением, речью, этюдами Ну и так далее Всему тому, чему обучают в театральном институте Ну такой, скажем, экстренный ликбез «Звезды на утреннем небе» Ну, помимо того, что это была, скажем так, посмертная просьба моего учителя И изначально мне было очень трудно приходить к этой задаче К этой постановке, потому что тяжело работать в чужом рисунке Это был спектакль у Антима Леонидова, ну очень популярный, очень известный Вообще вещь очень известная Но в какой-то мере она была злободневная В то время там написан такой вот обер-советик Спектакль про проституты, спектакль про то, что у нас нет Помните, в 88-м году телемост в Советском Союзе секса нет? Проституток нет и по тому подобное А что это интересно сейчас, в 2012 году И здесь, в Австралии Такой мирной, уютной Австралии Ну, начиная с того, что подобные чистки происходили В любом олимпийском городе, включая Сидней В 2000 году Далее Нам кажется, что наша русская диаспора Довольно аполитична Особенно у австралийской политики Спроси про русскую, украинскую, белорусскую Точно будут знать, какие партии, кто владеет И что такое, какие законы, что как собирается А про Австралию? Ну, дай бог, чтобы половины знали, кто наш премьер-министр А кто, допустим, премьер штата Нью-Саус-Вэлс и подобное И какие-то там законные юриспреденции, лишние люди, какие-то там террористы и так далее Все здесь вроде бы совершенно спокойно и совершенно мило Ну вот мы стараемся этим спектаклем, ну, по крайней мере, не сказать, что все не так мило Хотя бы поставить вопрос Уходишь активно, тебе сына сейчас надо искать Все взаимоотношения на сцене выстраивают режиссер и ее команда Внимательно следя за ходом репетиций, а особенно прогонов Когда на сцене еще без зрителей играется весь спектакль Она дает новую жизнь постановке Глубокое знание жизни является основой всякого художественного творчества Наша труппа состоит, ну, скажем, из оставшихся учеников Валентины Леонидовны Которые не примкнули к другим театрам Вот это Танечка Венгеройская, которая также является нашим финансовым директором И Юля Метлина-Венстейн Также это уже новые ребята, которые пришли в последние годы Вот участвовали в наших постановках Труппа, с одной стороны, это люди, которые не обучались В театральных училищах мы не обучались Но, тем не менее, это все люди интересные, серьезные Которых объединяет, самых разных профессий Которых всех объединяет болезнь Эта болезнь называется любовь к театру Где отдается все свое свободное время Где вы бы видели вчера, допустим, какой у нас тут был детский сад из шести детей Которые здесь все играются, все свободное время Все семья, родственники и так далее Подчинены этому И все, что мы делаем, музыка, декорации, свет, титры Все это помогают наши родные и близкие Вот такая вот у нас дружная семья На постановку спектакля была приглашена актриса Из другого русского театра в Сидней Я занимаюсь уже 7 лет в театральной студии «Арт» у Миши Ференцева Вот сейчас меня пригласили на новую работу, в новый театр Актеры забывают обо всем на сцене Полностью погружая себя в постановку На репетиции строится судьба людей Театральный спектакль – это как ребенок Который, наверное, мама его, это режиссер Вот у нас Миша, он папа То есть вот он как бы это придумывает, рисует в своей голове, как он это видит А мы просто помогаем ему это осуществить Это как один тим, одна команда То есть все должны работать слаженно и хорошо То есть это, в общем-то, замечательно И в нашем театре, и здесь я увидела, насколько людей сплачивает общее дело Это же просто интересно Это интересная жизнь, это интересное общение Что театр «Зеркало», что арт у Михаила Ференцева Это театры-студии, здесь проходит обучение Вот, то есть люди, даже вот кто приходит, совершенно дилетанты То есть все равно они обучаются Идет обучение Я такой чисто русский человек И я всегда очень страдала от ностальгии У меня всегда вот как-то вот А здесь я как-то нашла вот свой кусочек родины Здесь моя маленькая Россия Я здесь В общем, Миша и теперь вот и Лена Они как моя семья Ну я же говорила, вы не слушайте Мама убежала из дома с жанглером У нас выродила меня в гастролик Удала бабушке И что бабушка? Бабушка жила с дедушкой Академика медицины Артисткой была мать-ка Любое общение, оно обязательно дает тебе что-то новое Для твоей души, для творчества Для понятий каких-то Вот И семьи наши тоже Вот я как-то, надо памятник просто поставить При жизни нашим мужьям, женам Которые, в общем-то, позволяют нам заниматься этим творчеством Заниматься любимым делом Потому что это берет очень много времени Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok